В начале сезона Динамо буксовала. Серия игр доходила до пяти поражений подряд и вряд ли кто-то мог поверить, что наши начнут выигрывать матчи, причем один за другим. Однако это так. К тому же две встречи белоголубые играли против лидеров. Иртыш и Челябинск были обыграны с одинаковым счетом 2-1. На очереди Урал-2. На этот раз команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Поэтому в счете динамовцы повели закономерно. Постарались сыграть в защите. Строго Богдан где-то под выручил. Мы, понятное дело, свои моменты реализовали. Сегодня стандарты были на нашей стороне. И это правда. Два забитых гола динамовцев и все со стандартов. Первый с углового, второй с подачи штрафного. Напомним, что не так давно белоголубых возглавил новый тренер. Первое, что матч, когда нас там штормило, все равно шла притирка. Нужно время, чтобы ребята поняли меня. Я узнал ребят полностью. Это все объективно. То, что сейчас мы нашли оптимальное сочетание футболистов, именно состав. Расставили ребят по местам. Пришли к правильному мнению, я считаю. Поэтому это и дает свои результаты. Но не будем забывать и про старую песню от тренерского штаба гостей. Объективно нет. Не готовы на таком поле еще конкурировать. Именно даже с Барнаулом. Потому что немножко другой футбол. Все равно мы там больше времени проводим на таких полях хорошего качества. Даже искусственной, но хорошего качества. Поэтому это совершенно другой футбол. Матч завершился 2-0. Очередная победа «Динамо». Правда, этих девяти очков недостаточно, чтобы подняться в таблице хотя бы выше восьмого места. Но будем считать, что это первые шаги для попадания в топ-6. Игрой с «Уралом» хозяева завершили серию домашних игр в первом круге. Осталось еще три поединка и на новогоднюю паузу. Сейчас наши парни тренируются. А 29 октября отправятся в гости к Тюмени. Команде, занимающей первое место в таблице. Удастся ли опять покусать лидера? Как говорится, поживем, увидим. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.